сейчас нас такая встреча ну да батарейки хватило бы а так память это хватит вот так что у нас сегодня такая встреча это уже запись уже идет встреча очень интересная в себе западов нет ой-ой я извиняюсь извиняюсь потому что я все про ризников про все по проводится думаю его нету студентов с нами сегодня поэтому это другое село то западах а то ременев село ременев вот и с братом павлом вот так вот летом пообщались чуть вот и сейчас насчет встретились так к выпьем ливиевскую каву и насчет почему такую запись сейчас делаем у всех свое призвание так понимаю у всех у меня служение реформаторское православное служение у кого в чем призвание вот был упал призвание и финансовое из района вообще правильно договорить такая финансовое исцеление в состоюounding а хотя бы это же назвало что-то реформаторская финансовое служить о потому что реальность реформа и такие в понимания, отношения к деньгам. То есть реформы нужно везде, во всем? Они во всем нужны. И финансов тоже. Может быть они даже не то, что реформы финансовые, а скорее всего возвращение к истокам. Да, да. Потому что сегодня настолько так далеко ушли, в сторонку такую тропинку протоптали, что мне кажется надо уже христианам возвращаться к истокам именно финансового, не то, что планирования, а отношения к деньгам. Вот я еще расскажу пару слов по реформации. То, что сейчас обычно, особенно в миру, допустим, неверующие чаще всего люди, как обычно говорят, что вкладывать в слово реформация. В терминах определимся сразу. Многих пугает это слово реформация, потому что многим кажется, что реформация это что-то новое, выдумывание чего-то нового, доселе неслыханного, невиданного. Это уже такое современное звучание этого слова. Вообще-то с древности слово реформанда латинское использовалось для обозначения не выдумывания чего-то нового, а к возвращению к хорошо забытому старому. И вот поэтому в древних этих вот манускриптах, когда слово реформанда используется, известный факт такой, для тех, кто может так говорят сейчас в теме, кто немного интересовался этой темой. Один из первых как раз тезисов, через десять лет после Иисуса Христа, уже после начала истории христианства в третьем столетии, был такой лидер Северной Африки, один из африканских мощных лидеров вообще прошлого. Киприан его звали, архиепископ Карфагенский. Киприан Карфагенский, святитель, он был признанным лидером не только вот той части Африки, но и всей Северной Африки, и не только Северной Африки, потому что даже в Риме, в Европе его очень сильно уважали и в Малой Азии к нему прислушивались, тоже епископы нынешней Турции писали письма. Вообще Киприан Карфагенский, хотя о нем мало известно, но известно, что он очень был влиятельным в свое время лидером христианства. И вот один из его тезисов, известнейших тезисов Киприана, святителя, это в то время еще, когда наших братьев с вами бросали к львам на аренах колизеев, на растерзание, то есть были времена очень неспокойные, время от времени лихорадила общины, гонения были очень жесткие такие на церкви. И вот один из его тезисов Киприана Карфагенского в третьем веке, «Ecclesia semper reformanda», он утверждал, церковь непрестанно реформируется. Некоторые переводят слово реформанда как обновление, но в действительности там стояла именно реформанда, то есть реформация. «Ecclesia semper reformanda», и означает, что церковь постоянно, она должна пересматривать свой путь и возвращаться к основам, к фундаменту. И по Киприану Карфагенскому, если не реформируется, то деформируется, то есть путь либо к деформации, либо реформации. И вот я так понимаю, что даже касательно финансового вопроса, допустим, столько много было всего деформировано за столетия даже многие, что сегодня действительно нужна такая большая реформация. Вот мое служение там больше такое церковная реформация, православная реформация. Потому что я знаю, что в православии, как и в любой другой конфессии, есть много всего, и хорошего, и плохого. И надо пересматривать все просто, и просеивать, и отделять чистое от нечистого, и вот именно реформироваться, чтобы не деформироваться. Вот этот год наступающий, 17-й, он вообще официально даже в Украине объявлен годом реформации. R500. Р500, да, R500, значит, и сейчас это под этим вот именем очень много событий всяких происходит под этим вот лозунгом, этим R500. И здесь во Львове я был на встрече вот этих священнослужителей, пастырей, баптисты, писятники, адвентисты, харизматы, разные священнослужители были на встрече в здании адвентистской церкви, проходило это собрание в среду, в эту среду. И, значит, вот тоже по поводу R500 братья там организовали специальный комитет такой ответственный, межконфессиональный, который на самом высоком здесь уровне города, области Львова, Львовской области, значит, целый ряд больших очень таких масштабных мероприятий запланировал. Вот, и даже власти, там баптистский пастор, председатель этого совета, он сказал, что когда я подал весь этот список, значит, туда, к отцам города, была немая сцена, они не ожидали, думали ли, что церкви предложат, ну, одно-два мероприятия. Попить песенки. Да, попить песенки и все, ну, так вот, как бы, и что, никакой бюджета там, особенно, не нужен, как бы, и все. А здесь такие масштабные мероприятия, там, значит, там столько всего, каждый месяц какие-то большие там, ну, я не буду всех карт раскрывать сейчас. Кто-то хотел сказать, хочется список. Да, но скажу, что, а, из того, что я могу сказать точно уже, наверняка, уже, даже уже это одобрено и властями, и из самых ближайших мероприятий, это вот здесь, кто во Львове, не пропустите обязательно, или будете во Львове. Вот как раз к концу декабря, 25 декабря, значит, самое масштабное будет первое, значит, это вот прям площадь рынок, знаете все, кто во Львове, все знают площадь рынок, значит, там ратуша, и вот там уже сейчас хор составлен 350 человек, насколько я слышал уже, голосов 350, плюс еще со всех церквей будут, то есть площадь будет вся верующими заставленной, будут петь, будут рождены, рездвяны песни будут, значит, такие проставления Иисуса Христа, вот, и там же флешмобы всякие будут по всем районам Львова, значит, в маркетах каких-то там, значит, там, каких-то таких торговых точках, центрах, значит, и все будет связано, как раз именно с Рождеством, и тема рездва, и Христова, и вот это R500. А потом даже задействован будет еще и оперный театр даже, ни много ни мало, кто знает, что это одно из красивейших вообще помещений, зданий вообще во Львове, вот, значит, один из самых красивых залов вообще Львова, вот, так что это будет прекрасно. И весь год, начавший прямо с самого месяца уже, января, сичень, да, вот, будет идти целый ряд мероприятий в городе Львове, в области, это и флешмобы, и семинары, и лекции, памятники, там, какие-то открываться, переименования, там даже хотят улицы переименовать какие-то, назвать улицу, там, Лютера, по-моему, там, Яна Гуса, кого-то еще там, значит, связано с реформацией, памятник Библии, вот, ну, говорят, что уже, как бы, есть уже Федоров памятник, есть, он держит вроде как Библию, но, правда, там не написано, что Библия, но, там, говорят, братья, может, подписать, что Библия, ну, да, что Библия, а то не знают, что за книгу, мало ли он читает, может, Дима читает, вот, значит, и, в общем-то, ну, хотят отдельный памятник Библии, чтобы был, значит, там, значит, непосредственно, и интерактивная такая была, чтобы, значит, там, в городе Библии, там, значит, ну, вообще, очень интересно, очень даже, короче, мероприятия масса будет, с участием всяких, там, звезд, эстрады, там, где мы сможем найти, и я думаю, что уже, вот, к концу декабря уже все полностью будет уже, как бы, обозначено, и будет заявлено по всему городу, вот так, интересно, конечно, и вообще-то все украинские мероприятия, там и велопробеги летом какие-то будут, там, и, там, не знаю, я там допоздна сидели, слушали, и доклады, там, значит, с разных сторон, там, комиссия, там, научная, просветительская, там, значит, там, творческая, со всех сторон будет праздновать, то есть не только, там, чисто, как бы, религиозно, а вот со всех сторон. Ну, и получается, мы как раз говорим о реформации не как о революции, а о реформации, это возвращение на пути Божьем, да, то есть мы опять возвращаемся к чему, к чему возвращается город, но благодаря этой эры 500, потому что город и вся Украина возвращается к тому, что Иисус Христос есть наш Господь, и это не революция, это реформация, то, которую мы как-нибудь должны понимать. Ну, реформация бывает революционная, то есть это имеется в виду революция, имеется в виду быстрая очень, а бывает эволюционная, как бы, реформация, то есть поэтапная такая, постепенная такая, малозаметная, малоприметная, ну, в принципе, на практике оно обычно сочетается и то, и другое, вот. Революция, в смысле, такая, не революция, не смена власти, не смена взглядов, эта революция имела, радикально такой, радикальный исход одного к другому, да, вообще-то, теперь мы вот этому поклоняемся и следим, да, даже знаменитая Лютерова, знаменитая соло-скриптура, которая употреблялась тоже вот как раз не раз там в выступлениях, оно же тоже, кстати, концерты будут, насколько я знаю, все пять соло, они будут озвучены как раз вот в течение года, до самого октября 17-го года, вот как раз пять этих вот только, только Писание, только Христос, только Богу славу, вот, и только благодать, да, и вот, значит, интересно как раз соло-скриптура, только Писание, это, по сути, вещь, это идея, это мысль, она взорвала всю Европу, по сути, это вот было как раз начало реформации, то есть, Лютер, там, братья заявили о том, что, отцы протестантизма заявили, что у нас, у христиан, есть как бы то, от чего отталкиваться, как вот печка, от которой танцуем, как будем так говорить, вот, фундамент, потому что реально у христианства сегодня тоже очень много разных оснований, но на самом деле, никто не может положить другого основания, кроме положенного, который есть Иисус Христос, и вот, финансовая реформация, вот, вот как она, потому что это тоже, тема такая, для меня очень, такая еще, во многом не исследованная такая, на самом деле, тема. Но она для многих не исследована, но, скажем так, да, чтобы просто на обычном примере показать, как она работает, когда мы говорим о том, что есть у человека проблема, вот христианин, да, у него есть проблемы, семейные проблемы, и тут приходят священники, говорят ему, как поступать, ну да, как не поступать, давайте проститься, давайте молиться, давайте искать слово, давайте опираться на это слово, давайте молиться Богу, пусть он ответит, давайте разрушать дела дьявола, да, то есть и с ним занимаются, да, у кого-то у второго болезнь физическая, у него болезнь какая-то, ой, что-то болит, опять, да, священник может прийти, там, его елеем манжем, ему опять говорят, что ему есть, что ему нельзя есть, как поступать, давайте поститься, давайте молиться, то есть, ну, окружают заботой, а вот давайте возьмем христиан, у которых финансовые проблемы, ну, пусть Бог тебя благословит, вот как-то раз и все, общее пожелание, да, и нет никого, кто бы пришел, помолился бы, показал, как нужно поступать, как не нужно поступать, то есть, практически отсутствует, все, что нужно, как ты десятину там даешь, как обжитование, вот, но это, наверное, самые такие две таблетки, это головы, это вот, по носу, смотри, не перепутаешь, нет, вот, все хорошо было, но как-то на этом и заканчивается, и там, где нету заботы, нету молитвы, то туда приходит сатана, туда приходят демоны, бесы, дух нищеты, либо дух мамоны, и начинают этого человека просто рвать на части, а потом у него и семейные проблемы, а потом у него проблемы со здоровьем, и кто-то должен взять за это тоже ответственность, для того, чтобы покрыть его заботой, ну, это в двух словах, что такое финансовая, да, вот, грамотность, финансовая реформация, финансовое исцеление, и уже больше десяти лет, я, у меня есть команда людей, которые этим горят, этим переживают, этим заботятся, вот, в этом направлении двигаемся, и, ну, в моем понимании, я вот, изучаю многих-многих ведущих, таких экономистов, мировых, ну, с кем я могу, там, может быть, общаться, чьи-то книги читаю, чьи-то статьи, чьи-то выводы, что все понимают, что идет какой-то финансовый крах, и лучше, как многие ожидают, ну, уже, скорее всего, не будет. Бог будет давать какие-то всплески для того, чтобы люди все-таки, ну, вышли из проблем каких-то, но это не будет очаг процветания. Сегодня, скажем так, в финансовом опросе все уже идут на ощупь. То есть, куда идти, как идти, вот, что делать, и если не показать этот путь, куда идти, то человек просто-напросто с истинного пути Божьего уйдет и натворит много бед. Ну, да. Но я так понимаю, что Писание, оно говорит о том, что все золото, серебро принадлежит Богу, мы пришли в этот мир пустые ноги, мы ничего с собой не взяли, и все, что мы сегодня имеем, это не наше, это нам дал Отец Небесный, еще сказал... В распоряжении как бы... Управляем. Управляем, да. И как мы управляем этим? Я недавно общался с одним человеком. Интересная такая ситуация, мне его жалко стало. Человек получает в месяц 40 тысяч гривен. Ну, чтобы понятно было, это, ну, порядка где-то полторы, может, тысячи долларов где-то в этом эквиваленте. Кто-то скажет мало, кто-то скажет много, ну, в принципе, это все относительно. Ну, скажем так, для Украины это вполне нормально. И эта семейная пара, она перебивается, они не могут от зарплаты до зарплаты. У них не хватает денег ни на вещи, у них не хватает денег ни на что. На что же они их тратят? Вот неизвестно, а на что они тратят? Все, что они могут услышать, ну, благословите Господь, молодец. И все, сказать, что они супер жертвенные, что они все отдают, он сам говорит, да нет, ну, они все деньги применят. То есть нужно ли ему финансовое исцеление? Ну, конечно, нужно. То есть человек имеет столько доходов, а денег нету, нужно финансовое исцеление или нет? Ну, да. Ничего, это такая у нас маленькое замедление, поступление за. Второй момент. Есть люди, которые живут там на, буквально на какие-то там 100 долларов. И они, ну, это действительно те, которые сводят концы с концами. Ну, это же реально у вас концы с концами, да. И нужно ли им финансовое исцеление или нет? Ну, конечно. То есть в этом есть необходимость. Ну, да. И для тех есть финансовое исцеление необходимо, и для тех финансовое исцеление. Кто-то скажет, может быть-то, что вы можете там, чем вы можете помочь этому человеку, он всего лишь 100 долларов в месяц получает. Ну, да. Точно так можно сказать за любого больного. Зачем за него молиться, он все равно уже там, у него почки отпадают. Ну, да. Поэтому, ну, я считаю, что финансовое исцеление сегодня, вот в это время, оно очень важно. Есть такое, Божья экономика. Вот, буквально попытаюсь на пальцах объяснить, как Бог установил интересную экономику. Многие такие тоже думают, споры, сейчас есть споры. Ну, да. Христианство должно быть богатое, либо бедное. Да, да. И вот эти споры... И он, как только приходит процветание, все говорят, христиане должны быть процветающими. Бедные, да. Процветающие, наоборот. То есть тенденция такая. Как только доходы падают, ничего страшного, мы там должны быть бедные, то есть мы себя оправдываем. И вот по этому маятниковому, кризисному, который периодически приходит этот кризис, мы начинаем сами себя оправдывать, выдумывать для себя учения. Но если взять, заглянуть вот в прошлое, как Бог создавал экономику. Израиль, когда Он вводил в землю обитованную. Он им сказал, что каждые шесть лет вы сели на земле, на седьмой оставляйте ее в покое. Год шмиты обязательно, да, был. Год шмиты, а то я слышал, забывай всегда. Ну да, ну да. День покоя. Покою, год покоя еще. Год покоя, да, год покоя. Да. А теперь такой вопрос. А кто эту землю засевает? Вообще эти шесть лет. То есть она кому-то принадлежит. Ну, конечно же. Когда Израиль вошел в землю обитованную, земля была поделена на территории, на части, и каждому был дан удел. Ну да. Бог для каждого человека дал капитал. То есть это ваш капитал, это ваш актив, который никогда не пропадет. И этот капитал, он принадлежал на всю оставшуюся жизнь, тому колену, тому роду, которому он принадлежит. То есть было поделено. И каждые шесть лет вы сеяли, на седьмой год мы оставляем это все, чтобы мы не сеем. И Бог этим показывает. Ребята, он там говорит в одном месте, что я дам урожай в шестой год больше, чтобы вам хватило прожить и этот год, и вы потом будете еще засевать, а еще будете есть тот урожай. Я слышал много рассказов, кстати, от людей, которые, ну не сразу, но решились-таки на соблюдение годошной три, значит, и они переживали особое благословение. Был и страх, конечно, и переживания были, но все-таки, понимаете ли, когда на земле, и когда ты зависишь от этого урожая, но на самом деле реально появились такие чудеса, такие проявлялись. Когда на шестой год действительно они получали больше и финансов, и всего, значит, что способны были в седьмой год, ну более-менее так нормально пережить. Больше того, когда, значит, земля отдыхала, даже этот отдых Бог использовал, значит, под благословение. Ну, там, вот отдельная история. То есть я слышал очень много рассказов таких. И в Израиле, и вне Израиля, но особенно в Израиле. Так интересно получается, да, шестой год дает больше урожая, и что можно сделать, когда ты получил больше дохода? Что делают обычно люди? Потратить. Потратить телефон получше, машину получше, потратить на шмотки какие-то очень дорогие. Рясы дорогие. Рясы дорогие. И получается на седьмой год ничего себе не оставляли. Упс, да. То есть и где-то был нарушен, возможно, этот принцип, и люди могли себя продать в рабство. Ну да. Но Бог настолько милостивый, что для каждого, Он говорил, ты на седьмой год, все равно тебя должны с рабов выпустить. Ну да. Для того, чтобы ты шел опять и возделывал свою землю, свой актив. Мало того, есть еще юбилейный год. Да, да. 50. Всеобщая вместе. Причем 7 плюс 7 плюс 7 плюс 7, получается 49-50. Два года не должно быть урожая. То есть не должно быть засеяно. И в 48-й год Бог давал урожая, чтобы хватило на все. Ну все, прошу тебя. Если люди что-то не так поступали, как-то не так поступали, они могли якобы продать эту землю, но фактически это долгосрочная аренда. Ну да. Потому что на 50-й год этот актив должен был вернуться обратно. Что такое 50 лет? 50 лет это если я что-то не то сделал, залез в кредиты, в долги, был разрушен полностью. Моим детям оставался шанс, что они могли умную жизнь. Я им расскажу, слушай, сынок, вот не делай так, как я делал, я там врагом столько был, а у тебя вот он твой актив. Он никуда, Бог его не забрал, он принадлежит тебе. Хороший тебе и мудрый. И люди, она очень простая. Никто никогда не мог остаться нищим. Никто, никакой род не мог остаться нищим. Бог дал совершенную экономику, совершенным активам. Да, сегодня все утрачено. А вот теперь интересный такой вот момент к современности. Мы переходим к современности. Я как-то вот нигде не прочитал, что вот эти вот 7 лет, они были отменены. Этого нигде не прочитал. Я тоже. Вот не заметил. Но я зато прочитал выводы экономистов о том, что кризисы приходят каждые 7 лет. Ух ты. Политические и экономические. Даже кризисы некоторые экономические приходят не просто год в год. Они даже происходят месяц в месяц, день в день, минута в минуту. Вау. Даже вот такие есть совпадения. Кто-то отслеживает все это. Это, я забыл просто фамилию. Это один еврей, верующий, который отслеживает. Надо полагать. И сегодня часть брокеров, они сегодня вернулись в библейские истины, чтобы высчитать, где же эти 7-летние года, чтобы делать ставки на 6-й год. На подъем и на падение на 7-й год. Ну да. То есть сегодня это все происходит. И есть года изобилия, которые приходят. Бог все равно дает свое изобилие. Ведь Он сказал, и на Ниве бедных бывает урожай. Да, они все равно работают. И на Ниве бедных бывает урожай. Все, прошел урожай, что делает сегодня бедный, которому дали много денег? Он становится через время еще беднее. Да, да. Но урожай бывает, но гибнет из-за беспорядка. И здесь вот стоит вопрос. Бог дает специально урожай для того, чтобы ты излишек взял и приготовил и отложил себе на этот 6-й год. Возможно и на 49-й и 50-й. То есть элементарное управление. Просто управление Божьим имением. Бог тебе доверил, и мы этим управляем. Ну, это такие общие тезисы, наверное, вот этого служения. Хотя нюансов очень много есть. Для меня, я понимаю, что сегодня христианство, оно протоптало такую дорожку. И сегодня деньги, не только в христианстве, они во всем мире, они до последнего момента, я бы назвал, наверное, имели очень большую ценность. То есть нужно было их сохранить, нужно было их оставить. А на самом деле, деньги это просто товар, чтобы что-то приобрести, какую-то ценность. И я уверен, что в последнее время деньги, они будут терять свою ценность. Доллары, евро, фунты, все что угодно, они будут терять свою ценность. И ценность будет приобретаться людьми только, ну, то, что есть необходимость. Вот то, что необходимо. Уже не будет таких больших накоплений, как хотелось бы. Да, есть большая там пропасть между богатыми и бедными. Но сегодня финансы, они становятся, наверное, я бы назвал, приобретают в другую рамку. Кто-то еще не вышел вот с этого, вот мы стремимся получить как можно больше денег. Вот кто-то не вышел, они еще стремятся за деньгами. А кто-то переходит и начинает вот правильно, мудро управлять. Например, я вижу там многие пастора с КББ общения. Они переходят с дорогих машин, они переходят на комфортабельные, но надежные. То есть, меньше ломалось, чтобы понтов меньше создаются. Практично. Практично, чтобы лад. Кто-то переходит на то, что нет, в этот год, который неудобный, если бог мне не сказал, я строить не буду это здание. То есть, ну такая трезвость приходит, и через эту трезвость, наверное, приходит такое осознание, что деньги все-таки являются инструментом. Но никак не самоцелью. Хотя об этом всегда говорили. Сегодня вот они приобрели, наверное, вот такой вот характер. И вот тенденция такая есть на, скажем, на улучшение, на понимание. Но она очень слабо развита. Если, допустим, мы видим экономистов, которые неверующие, ну бесчинствуют. Но они понимают, что сегодня накопление, стремление к деньгам, они не имеют такого уже характера. То есть, не имеют такого цельноустремленности, что мне нужно накопить определенный капитал. То есть, сегодня они делают несколько другие шаги. Они сегодня на эти финансы принятают ценность. Что в нашем понимании ценность, это другой вопрос. Ну да. То есть, здесь мы уже можем разговаривать, да, а что бог от меня хочет. Когда он дает мне в управление какие-то финансы. Ну да. Что для меня ценность? Что для меня ценность? Да. Интересно, на самом деле. В свое время, вот когда, я, моя тема, главная тема моей, это история христианства. И вот я когда вам слушаю, разных проповедников, разных учителей слушаю, я всегда как бы вот, ну, вольно-невольно, как бы, ловлю себя, да. О том, что я смотрю в истории, как бы, примеры какие-то ищу. В моем уме ищу, в зрении ищу каких-то вот таких в истории подтверждений, как бы, или, значит, там, как бы, такого опыта примерно, схожего опыта. Интересно, вот в истории христианства, вот я сегодня упомянул уже в начале, да, Кипляна Карфагенского, один из лидеров как раз, ну, реформации, будем договорить. Интересно, еще третьего столетия. Интересно, что вот тогда же, в то время, как раз в ту эпоху, начиналось отделение, такое очень видимое, заметное отделение христианства исторического от еврейских, ну, по сути, библейских корней, вообще от еврейства всего. И дальше подошел какой-то трагический разрыв такой. Ну, разные есть объяснения, кто виноват, до сих пор споры есть. Кто больше виноват, евреи или христиане, или... Ну, я думаю, в любом разводе, в принципе, обе стороны виновны, больше или меньше. Вот, как христианин я убежден, что, в первую очередь, мы, христиане, больше всего были виновны в этом. Вот, но в разводе нет счастливых сторон, потому что страдают обе стороны. И евреи, и христиане пострадали, я считаю, мы в этом разводе очень серьезно. Вот, и еврейство оказалось обкраденным очень жестко из-за вот этого разрыва трагического, и много очень потеряла. И за два тысячелетия это очень, как бы, ощутимо, думаю, в иудаизме в целом. Хотя это одна из таких больных тем, на которую раввина даже особенно не выходит так сразу. Но когда мы начинаем общаться, то, по сути, этот больной нерв, он болит, наился уже. В христианстве тоже, скажу, еще больше в чем-то даже вот эта проблема, она страна. И вот один из запросов, как раз, вот, в древней церкви еще, почему, как бы, открестились от еврейских корней, там, ну, по разной причине были. Вот, одно из них, это вот, как раз, вот, такой материализм, как бы, сознание еврейского, как бы, в понимании многих неевреев, что евреи жадные, евреи материальные, евреи мыслят о земном постоянно, он накапливает, он, там, значит, приобретает что-то, он, значит, жаден на такой, там. Интересно очень даже, что в понимании очень многих людей, вот, если брать, вот, Римскую империю, древнюю империю, да, там были многие народы, но самое интересное, вот, пример, образ, как бы, святого, что ли, вот, для многих неевреев, это образ бессеребреника, который к деньгам относится, как к козлу уже какому-то, и все материальное для него, это уже зло уже, он только лишь, вот, о небесном мысли, в смысле, он уже, как будто, уже, идеальный такой, как бы, такой ангел, как бы, уже. Деньги – это зло, когда заходишь в магазин, зла не хватает. Вот, и интересно, что Библия, она очень в этом отношении материальна, она учит как раз именно о практической, вот, земной жизни человеческой, то есть она не говорит даже, там, там, очень скупо, очень немного говорит о таких духовных категориях, там, небесных категориях, только Божье счастье говорит о земном бытие, нашем человеческом бытие, как нам на этой земле относиться друг к другу, значит, воспитывать детей, растить, как вот заботиться, вот, да, об этой земле. Интересно, что, поэтому для многих неевреев, вот, особенно гностики, школа гностицизма, евреистов все время оставлялась злом. Гностика была велика множество в Римской империи, вот, в древней этой империи, но они между собой часто не сходились, во мнениях были разные школы направления гностицизма, вот, от самых таких радикальных, монашеских таких орденов, как бы, до таких либеральных гностиков, но все они находили общий язык, когда заходила речь о евреях. Их очень сильно сплачивался этим антисемитизм, значит, и антибиблиизм, если можно так выразиться, потому что Библия, ну, еврейские писания, да, они для многих вот этих гностиков были просто-напросто как по перебору, потому что там совершенно другой образ святого, там совершенно другой образ, вот, значит, человека Божьего, который не, как сказать, не только в заоблачных высотах живет, который и здесь, на земле, вот, живет реальной жизнью. И, значит, то же самое, допустим, когда уже церковь христианская легализовалась, вышла из-под поля, уже, да, при Константине и дальше, значит, в ту эпоху, церковь стала, да, государственной даже религией, но все равно идеалом сохраняла, вот, именно, монашество, аскетизм, самотреченность, самоумиршение плоти, вот, значит, и доходило это в средние века до маразма, вот, реально до маразма, когда христианские епископы писали обязательно такие постановления, да, значит, чтобы, допустим, прихожане их, да, мылись с полным омолением не чаще, чем раз на полгода, допустим, потому что, ну, вот, ученики Христовы должны, вот, как бы, быть грязнулями, как бы, вот, и мыть, и руки перед едой, это, как бы, это знак, как бы, вот, иудаизма, знак, как бы, вот, значит, там, насчет отступничества, как бы, от веры, как бы, а ученики Христовы должны демонстративно есть, именно, конкретно, видимо, даже неумытыми руками, грязными, как бы, это считалось, как бы, и поэтому в средние века христиан больше от дизентерии помирало даже, чем от... Отдежды от гонения. От гонения христовых походов или чего-то еще, вот, еще, да, это исторический факт, значит, в Европе, когда начинались эпидемии эти страшные, вот, то, значит, ну, понятно, там, искали виновных и находили, как ни странно, опять евреев виновных, значит, в этих эпидемиях, потому что евреи, как правило, не болели или очень мало были, страдали от этих эпидемий, ну, потому что евреи слушали слово, омывали руки, значит, и следили за собой, за своим телом, значит, и, конечно, это ужасно, но когда христианство стало государственной системой, именно средневековой, то это сегодня, это выглядит даже, ну, трагикомично, но Европа забыла о том, что такое канализация вообще, это, вы не поверите, но, ну, те, кто, конечно, историю изучали, те, конечно, знают, но есть множество очень источников, вот, раннего средневековья, которые рассказывают о древних этих, о старых тех городах, вот, значит, где, вот, напрочь забыли о том, что такое есть канализация, вот, значит, как бы торжество христианства и, с другой стороны, торжество антисанитарии, значит, там, значит, и просто ночные горшки выливали, значит, там, значит, на улицу, да, значит, и считали многие поколения это нормально. Когда началась реформация, кстати, вот, 500 лет назад, то один из видимых знаков как раз именно протестантизма, реформации, было именно санитарное, это такая, можно выразиться, реформа, омовение, часто мытье, значит, меньше стали люди болеть, канализации стали восстанавливать, древние канализации или делать новые канализации, и я помню с одним батюшкой разговаривал с традиционным русским священником православным, московского патриархата, каким и я раньше был, значит, и до 96-го года, значит, и он там был очень недоволен протестантами, я, как бы, не знал, чем ему еще, как бы, что ему сказать, ну, и нашел, как-то, нашелся, что сказать вдруг неожиданно, я сказал батюшку, вы же пользуетесь вот унитазом, значит, да, так вот, не забудьте, что, значит, поблагодарить Бога за протестантов, что началась реформация, что снова все вернулось, значит, и что унитазы как раз протестанты придумали, значит, что насчет, и он, самое интересное, шутка шуткой, на него до него дошло, пока именно человек задумался и признал, что да, это факт, это удобно, это удобно, и это и правда, на самом деле, что реформация, она помогла просто переосмыслить все, отношение к другому человеку, друг к другу, себя любить, как-то уважать, и окружающих любить, уважать, и что касается финансов тоже, один из признаков, как раз, реформации, не то, чтобы там до реформации не было богатства в Европе, Европа порой пожинала большие урожаи, и порой много было золота, приходило, на самом деле, кораблями доставляли золото, но все уходило, как в песок, читаешь, что этих королей древних, значит, европейских, до реформации, они Ватикан вазами золото свозили, значит, там, значит, то есть, казалось бы, ну, живи, не хочу, но все уходило, все на блудниц, на распутство, на пьянки, гулянки, как с блудовцами, реально, и религиозно-мофиозно-коррумпированная система, просто поглощание, как в песок, все это несметное богатство Европы, Европа беднела, хотя получала много, но все не на пользу, и национальные короли, многие эти вот герцоги, бароны, многие, начало реформации, поддержали реформаторов даже не потому, что там многие из них прониклись, некоторые прониклись идеями реформ, на самом деле, и получили даже духовное возрождение свое, пережили, но некоторые просто потому, что финансово поняли великое благо в реформации, что будет экономический подъем национальный, что деньги не будут в песок уходить, а будут идти на пользу дела, как бы, значит, и это сыграло очень огромную решающую роль, даже если вспомнить до реформации, когда Джон Уиклиф первую английскую Библию напечатал, значит, Новый Завет, был переведен потом вся Библия, вышла английская Библия, то многие богатые люди в Англии давали деньги на первое издание Библии, даже не потому, что там некоторые одобряли саму идею реформ, и были очень сторонниками таких евангельских перемен в обществе, а некоторые давали деньги на это издание лишь потому, что хотели, вот действительно, что вот, как бы, вот, пусть в Европе даже сжигают тако страх за попытки перевода Библии, а у нас будет издание свое, английское издание, что мы, англичане, мы имеем национальное какое-то самосознание свое, отлично от всей Европы, и плюс еще экономически, где вы видели в этом большое преимущество, и когда началась реформация, одно из первых проявлений этой реформации была не война, а не что-то еще, а экономическое отношение другое совсем, то есть люди стали, во-первых, относиться к работе по-другому, вот знаменитое высказывание Мартин Лютера... Да, это ж не супердуховные моменты, это обычные такие жизненные пути, жизни, практически, практическое христианство, Мартин Лютер говорил, один из известных его тезисов, что христианин-сапожник будет отличаться не тем, что он будет нашивать крестики на свои обуви, а будет делать качественную обувь, вот, это одно из его таких известных высказываний, поэтому это перевернуло всю Европу, а взять кальвинизм, который, по сути, создал современный западный мир, который, к сожалению, во многом сегодня неблагодарно вспоминает о том, кто заложил фундамент всего этого богатства, также богатство Америки, по сути, именно кальвинизм, классический кальвинизм создал, по сути, это были реформаторы, которые своим горбом, своими мозолями создавали богатство, будущий фундамент для процветания нации целой, огромный, и, слава богу, что, вот, действительно, финансы переосмысление, думаю, карперсот, нужно еще брать им предложить еще такую вещь, вот, и финансовая тоже, да, финансовая реформа. Мы, такой момент, да, простые жизненные шаги, простые жизненные принципы, да, если вспоминать Иосифа, вот, как поступал Иосиф, мы знаем, да, что он там отлаживал в 7 лет изобилия, там, часть урожая, 20%, кто-то говорит, да, ой, 20%, теперь я должен откладывать 20%, я говорю, подождите, но это для той страны, того времени, у тебя может быть больше, может быть меньше, то есть, для каждого времени свое, но я не об этом хотел сказать, а его отец, Иаков, когда пришел голод на землю, он подозвал своих сыновей, дал им там серебро, и говорит, пойдите в Египет, купите хлеба, чтобы нам жить и не умереть. Вопрос, откуда он взял серебро? Что, они пошли, где-то накопали, как в простоквашино? Пойдем, найдем клапку, да, да, вот, просто найдем, то есть, где-то он его, вот, ну, какую-то часть оставил, небольшую, он на эту часть, видимо, не пошел, там, не купил нового горблюза 600-го. Да, да, я знаю, какого они выбрали, хорошего такого, хорберсика, да, да, да. То есть, была мудрость, и я так понимаю, что, скорее всего, Иосиф учился своего отца, он где-то понимал, и он когда говорил фараону, что тебе нужно будет открыть сокровищницы, там, ой, сокровищницы, построить хранилище, и в эти хранилища складывать, фараон сказал, не столь мудрее, чем ты тебе, Бог такой открыл. Да что, в принципе, особенного? Бери, года урожая, что-то откладывай, не покупай себе этих, жилка-то была авраамово-то жилка. То есть, по этому ДНК, но мы там дальше видим, они переняли простые... Порода. Порода, да, вот чувствуется порода, еврейская порода. Что-то они передали, и когда приходит кризис, и смотришь, почему еврей так вовремя продал, почему он вовремя купил. И не только евреи, то есть, люди, которые вовремя продают, вовремя покупают. Что-то они знают, что-то изучают. И нет такого, что ага, пришел, получил много, все, вперед, потратил, набрались. Да, мы все совершаем ошибки. Давайте учиться на этих ошибках. Поэтому тема денег, она настолько интересная, настолько, ну, для меня она интересная, потому что, когда ныряешь в семейные отношения, именно финансовые, это тайна. Это тайна, люди готовы рассказывать обо всем, но не о деньгах. То есть, они готовы открыть самые сокровенные тайны. Но, опять же, не все. Но, когда речь касается денег, то есть, это вопрос интимный, такой вопрос. Это очень интимный вопрос. И зачастую настолько интимный, что они даже от Бога закрываются. Мы закрываемся иногда в финансовых вопросах от Бога. Бог, я тебе отдал десятую часть, тебе принадлежит, все. А кто сказал, что 90% тебе принадлежит? Ну, да. В Красном углу, допустим, иконочки висели все время. Вот, значит, все нормально. И, значит, когда там или ругались, или что, значит, закрываем божницу. Да. Раз там что-то. И потом... Когда все прошло, открываем, улыбаемся, Бог, все хорошо, мы здесь. Вот, значит, так что? Для меня яркий пример, одно из любимых неисписаний по финансам, это история о блудном сыне. Так, о. Это настолько вот яркая история, и мы так часто, о, блудный сын вернулся, там, он пошел, все растратил. А мне интересует, вот, а с чего все началось? Так. А началось то все с молитвой, папа, дай денег. Ага. Ну, я не знаю, я молюсь часто. Не то, что прям всегда, но когда мне нужны деньги, я обращаюсь к папочке, нужны деньги. Ну, да. Может быть, я один такой, среди всех, кто там смотрит, слушает. Вот. Я сомневаюсь, честно говоря. Ну, да. Я думаю, что кто-то еще есть, который просит у отца деньги. Ну, да. И написано, отец разделил им имение свое. То есть, мы наследники, и он дал и младшему сыну, и кто-то не замечает, но он дал и старшему сыну. Написано, и он разделил им имение свое. То есть, каждый получил свое. И вот здесь две такие интересные чаши весов. То есть, две такие чаши. На одной чаше младший сын, который пошел и управлял имением самостоятельно. Все, бабочка, спасибо, я получил, а так я люблю, так благодарен, я пошел жить своей жизнью. И он пошел жиря распутно, созревали планты, потратил все, и тут пришел финансовый кризис в страну. Ну да. И там мы всю историю знаем, он сидел, потом вернулся к отцу, ну сидел у разбитого корыта, может так сидел, где-то закрытый. Ну да. Но он вернулся к отцу, отец его встретил, классная история, закончилась, отец вернулся. Хэппи энд, но это ж не хэппи энд, там же есть история еще о старшем сыне, ну да. Который пришел и говорит, я не понял, я как бы вот остался, я был верен, я тебе служил, а ты мне даже ничего не дал. И вот здесь такая ключевая фраза, где папочка сказал, все мое, твое. Что получается? А где делось имение старшего сына? Вот об этом не пишется. Я так понимаю, что везде между строк написано, что старший сын, он оставался с отцом. Он слушал его рекомендации, он был с ним, и мы не видим, что финансовый кризис их коснулся. Единственная проблема, что он настолько пропитался советами отца, что он понял, что это имение, оно все-таки не мое, папа. А папа говорит, не-не-не, оно все твое. И ты правильно управлял. У тебя одна только загвоздка была, ты на младшего сына начал возмущаться. То есть ты поступал, как я тебе говорил, ты слушал это все, у тебя все хорошо было, ты был огражден от всех финансовых кризисов, тебя это не коснулось, но у тебя одна проблема, ты не возрадовался возвращению сына. То есть вот две истории, управлять имением с отцом и управлять имением без отца. Какие весы перевешивают, где финансовый кризис касается. И когда мы смотрим, меня финансовый кризис тоже два раза касался, но не мировой кризис, а мой личный. Именно по управлению деньгами. Когда я только-только встал на путь, Бог меня поставил на путь этого служения и начал благословлять, я в такую финансовую яму попал. Я с нее выгребал, я не знаю, наверное, года два. Из-за чего? Да потому что я понял, о, я что-то знаю. Ухватил что-то от папы и побежал. И тут пришел кризис. Второй кризис, когда уже подходил, здесь я уже к нему подошел по-другому. Я уже пережил этот второй кризис с той мудростью, как в принципе поступил в свое время Иаков, поступил Иосиф. То есть сам кризис, он уже не коснулся ни меня, ни моей семьи. Бог дал мудрости в этом. И хотелось бы, конечно, чтобы христианство, оно сегодня, опять возвращаемся к реформам, реформировалось не в плане духовного. Я буду по-другому молиться за деньги. Но может быть и не стоит уже молиться за деньги, может быть просто по-другому к ним относиться, распоряжаться по-другому. Ведь Бог-то лучше верных управляющих. И многие могут сказать, вот опять о деньгах, речь о деньгах, так должны мы быть богаты или нет. Мне нравится высказывание Павла о финансовой свободе. Вот он воистину сказал всю правду о том, что такое финансовая свобода. Он сказал такую речь, которую мы цитируем очень часто, но только вторую половину. Он сказал, умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, все могу, выкрепляющий меня Иисусе Христе. Аминь. То есть есть деньги, я умею жить, когда у меня есть деньги. То есть человек получает 40 тысяч гривен, он умеет жить с этими деньгами. В изобилии, ну в его понимании изобилии. Умею жить и в скудости. Да, я 100 долларов получаю пока что. Но этого хватает, я умею жить и на эти деньги. И благочестив доволен. А мы вот, когда эти фразы убрали, оставили вот одну, все могу выкрепляющие меня Иисусе Христе. Давайте повернемся. То есть вот она финансовая свобода. Какое у тебя внутреннее состояние, когда у тебя есть деньги и нет денег. Да, тяжело, когда нет денег. Особенно если ты муж, и ты переживаешь за свою семью, за своих детей, чтобы у тебя все было. Это такой перелом, это сложно. И здесь, как мы с семьей себя чувствуем, да. Как мы вместе соединяемся, как мы вместе молимся, как мы вместе этот путь проходим. И можно смело сказать, хорошая новость для тех, у кого не достает денег. Да. Вы можете сказать, папочка, я научился жить в недостатке. Научи меня жить теперь в изобилии. Вот можно, да. Этому тоже надо учиться. Да, да. Давайте будем этому тоже учиться. Да. Слава Богу. Кстати, вот история с Будным сыном-то я вот удивляюсь тоже, да. Каждый раз по-новому открываешь ее, да. Вот с такой стороны, как бы, я для себя ее, как всегда. Так вот, да. По-новому открыл. Ой, слава Богу, да. Слава Богу. Так что будем молиться тоже за реформацию и финансовую. Будем молиться, будем реформировать. Реформировать финансовую жизнь. И шаги доделать, да. Да, чтобы у нас не было. Ну, у меня такое... Мы все это понимаем, да. Может быть, убеждение, может быть, понимание. Так что... Все мы читаем, что в последнее время Сатана ведет вот именно финансовую гнусную систему. Ну, да. И будем ли мы готовы к этому? Готовы ли мы? Это не в плане откладывания, а в плане того, что готовы ли мы встретиться с этим препятствием. Ну, здесь вопрос, да, кто, когда там будет, да. То есть, сегодня Бог, может быть, дает для кого-то тренировку. Ой, у меня сегодня нет денег, ведь, ну, в принципе, мир-то живет. Почему у меня так? А может быть, он дает репетицию какую-то. А может быть, он тебя где-то... Чтобы пережить какую-то... Да, чтобы ты все-таки мог сказать в Иисусе Христе, я все могу. То есть, ну, моя жизнь не зависит от меня, ни от моего имения, ни от чего другого, ни от того, что есть деньги, или от того, что нет денег. Это очень сложный вопрос. Мы от него очень далеко ушли. То есть, сегодня мы ушли, мы можем говорить, как я уже говорил, и о семье, об исцелении, о демонах и бесах. Иногда даже о них больше знаем, чем о Боге. Но о финансовом вопросе он не может остаться в стороне. Если мы оставим какую-то сферу в стороне, она взорвется рано или поздно. И этот взрыв будет таким, как в свое время, когда... Нет, мы не трогаем семейные вопросы. Ну, вот, а львуя только об Иисусе говорим. И потом посыпались разводы всех. И потом все-таки поняли, да, надо трогать и семейные вопросы. Тема финансовая, это будет одна из козырных карт у сатаны. И он будет, христиан, сильно бить этой картой. И если сегодня мы примем во внимание его атаки, его подготовку, его планы, то с Божьей помощью мы сможем преодолеть всякие препятствия. Все эти и неурожадные года, и кризисные года. И будет элементарная такая легкость. Вот так, простые вещи, если ты утром почистил зубы, то сорта водять не будет. Ну да. И зубы будут меньше болеть. Все очень просто. Если ты будешь поступать вот так, вот так, по отношению к деньгам, вы не будете финансовый кризис трогать. Бог не вел Израиль в землю, где они вошли и стали суперпроцветающими. Нет, вокруг них были процветающие народы. Он им дал умеренность. Вот в этом вот ихняя победа была. Он им дал умеренность. Они не были бедными в дни, они не были богатыми, они были умеренно развитыми. Вот, наверное, вот это, может быть, это и есть золотая середина вопросов финансов. Да. Слава Богу. Слава Богу. Важные сегодня темы такие были поняты. Слава Богу за этот разговор. Спасибо, Максим Максимову, что он мне научил все время брать с собой камеру. Да. И мне все хорошо было. Привет, Максим Максимову. Да, привет, Максим. Спасибо тебе. Я тебя все время вспоминаю, потому что я приезжал первый раз, второй раз приезжал, он мне все говорил, вот бери камеру, штатив, что трудно, багаж бросил, значит, и куда бы ни поехал, записывай, записывай, потому что многим это очень важно, услышать это будет. Вот. А он послушал на библейке, там, значит, в церкви, я у них проповедовал ее. И потом подумал, а почему бы и нет, в конце концов. Беру с собой камеру, значит, штатив и буду записывать. Такие беседы, вот такие поводные встречи, интересные такие, вот, с разными очень людьми, в разных, ну, не знаю, сферах, вот, реформация. А о финансах как-то, у нас церковь об этом мало учит вообще. Я сам, когда пастырство, мало учил об этом. Хотя Библия об этом, о финансах вообще говорит больше, чем обо всем остальном месте взятом. Как ни странно. Вот, насчет для, вот... Что мы странные. Да, мы странные. Как ни странно, да. Да, мы странные, да. А Библия-то нормально все говорит, конечно. Вот так вот, дамы и господа. Так что, реформация продолжается во всех сферах, в том числе в материальной и финансовой сфере. Помолимся, может, заведуем? Да, да, да. Вот, пожалуйста, тогда, да. Хорошо. Помолиться. Отец наш небесный, Бог великий. Да. Мы молимся и за себя, и за тех людей, которые сейчас смотрят, слышат нас. Да. Господь, пусть придет Твоя божественная мудрость. Да. В том, чтобы мы правильно управляли Твоим имением. Да. Мы ничего с Собой не принесли, ничего с Собой не возьмем на небо. О, Боже. Мы все здесь получили от Тебя, и мы хотим быть верными, управителями во всем. Пусть благословение Твое пребывает на всех. Да. Пусть Твое благословение пребывает и выведи тех, кто сегодня в долгах. Выведи из долгов. Да. Помоги им, Господь, мудро выйти из долгов. Да. Те, кто сегодня перед каким-то серьезным финансовым решением, да, им мудрости, Господь. Чтобы они приняли решение, угодное Тебе, и не попали ни в какую яму. Да. Благослови, Господь, Всехнадо. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Мы с благодарностью, да, Господь. Возносим эту молитву Тебе, надеемся только на Тебя. Мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, наш Сарь и Бог. Слава Тебе. Слава Тебе. Аминь. Господь, я благодарю Тебя за эту встречу, божественную встречу, Боже, и за то, что и в тот раз услышал, и сегодня услышал в этом общении, в этом разговоре. И благодарю Тебя за то, что действительно Ты реформируешь наш разум, наше отношение ко всему. И в этой жизни земной, Господь Божий, мы знаем, что механизм финансовый был Тобой запущен неспроста, не просто так, что это важнейшая составляющая жизни, этого бытия земного нашего. И, Боже, пусть в этом отношении не будет никаких там ни пробок, ни там всяких закупорок этих, но пусть будет Твое движение, божественное движение, Господь Твое, во имя Иисуса Христа. И благоставляю сейчас именем Иисуса Христа, нашего Спасителя, всех наших братьев, сестер, верующих, разных конфессий, разных динаминаций, и здесь, во Львове, Львовской области, по всей Украине, и России, и Белоруссии, и других стран мира всех, во имя Иисуса Христа. Потому что вся наша истрадавшаяся планета ожидает откровения сынов Твоих, Боже. Потому что вся наша планета сегодня ее лихорадит, всячески, в том числе и финансово лихорадит. Боже всемогущий, и эти схватки, они все чаще и чаще, экономические всевозможные, религиозные, политические. Боже всемогущий, и я благодарю Тебя, что Ты даешь среди вот этого, порой, хаоса этого мира, среди тьмы этого века, даешь оазис, Боже, даешь свой шалом, даешь свой мир, Боже, нам, верующим. Спасибо Тебе, Господь, за все. И благоставляю Твоим святым словом, которое Ты дал однажды Моисею, чтобы тот передал Аарону, его сыновьям, чтобы такими словами благоставляли сынов Израиля. И в четвертой книге Моисеева, в числах, Ты это повелел записать однажды, и это провозгласить на всех боящихся Тебя, любящих Тебя, на весь Израиль. И сегодня это благоставение на всех верующих в Тебя через Спасителя нашего Иисуса Христа. И благоставляю всю сферу жизни, в том числе и финансовую сферу жизни наших всех братьев, сестер, и те, кто будет смотреть, может еще в поиске, находясь, Боже, помоги определиться, прибиться к берегу, в тихую гавань Твоего бытия, Твоего сердца, Твоей любви Господь прийти во имя Иисуса Христа, спасение принять через Господа Иисуса и получить огромное это благоставение во имя Иисуса Христа. И те, кто сейчас в буре находятся, и может быть уже эта буря потрепала судно или семейное наше, или отдельного человека, очень серьезно, и вот-вот, кажется, кораблекрушение будет, но, Боже, Ты поддержи, вопиющих Тебя, услышь Господь Божий. И даже если финансовая яма уже находится какое-то, Боже, помоги, протяни свою руку, вытащи Господь Божий и помоги трансформировать разум, пересмотреть все, реформироваться, Боже, прийти в себя и прийти к Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже наш. Да благоставить Тебя Господь и сохранить Тебя, да призвать на Тебя Господь светлым лицом Своим и помиловать Тебя, да обратит Господь Лицо Своим на Тебя и даст Тебе мир. «Боже наш� instrumental» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok